Друзья мои хорошие, всем привет! С вами Елена и вы на канале Мой Сад, Моя Гордость. Сегодня у нас 26 мая, я живу в Новосибирске, в Сибири. И у нас сегодня вот такое вот штурмовое предупреждение было. И хочу сказать, что очень много уже повредило мне. То есть штурм до сих пор продолжается, как вы видите, да, что творится вообще на улице. Это что-то с чем-то невероятное, очень страшно, хочу сказать. Не в плане того, что мне страшно, страшно за мои растишки, да, который вот этот девичий виноград, который у меня был сам, который рос очень много лет. И пришлось его обрезать, потому что так как он весь упал, все оборвалось, и пришлось его просто-напросто обрезать, друзья. Горшки у меня просто летают, не знаю, что делать вообще. То есть, говорят, ночью еще хуже будет. Ну, как говорится, чему быть, тому не миновать. Вот. Жалко, конечно, у меня полдерева вишни просто сломало. И пришлось это все выносить сегодня, отпиливать. Часть дерева у меня просто сломало, друзья. Вот. Очень жалко, очень, конечно, для растишек. Только мы вот такое вот жарко и тепло было, и хорошо, да, я все повысаживала, все вот это вот в горшках, все. Казалось бы, уже конец мая, да, и не должно быть такого, да, вот такого вот. Я сегодня подвязываю свои пионы, потому что боюсь, чтобы их не переломало там какие-то кустарники. Что-то вот стараясь дельфиниуму подвязать, чтобы их просто не переломало там. Посмотрите, что происходит. У нас у соседей просто снесло крышу сегодня. Ветер очень сильный, очень сильный ветер. Капусту вот я здесь высаживала, несколько корней у меня не то, что погибло, а, видимо, или кошки там повредили, пришлось досадить. Сейчас вот маленько полила, потому что ветер такой сухой, дождя нет, три капли упала, и все. Сейчас поливала вот огород, поливала свои растишки. Все невозможно подвязать, как бы мы не хотели этого, но тем не менее, то есть я стараюсь что-то сохранить, чтобы не так уже переломалось, и косила сегодня траву здесь. Вот, в моей гортензии. Смотрю, веточки валяются, обломились. От такого ветра, мне кажется, любой сломается. Не знаю, даже очень как-то не по себе вообще. И, наиболее, все это переломается, и цветов не будет. Это вот жасмин уже набрал цветочки, махровый жасмин. Будет стоять, как невестка, если все нормально будет. Вот тоже капусту еще не всю распродала, высадила сегодня помидоры там. Немножко освободила место, высадила помидоры. Вот такое вот штурмовое предупреждение у нас. Видите, что творится. Обидно еще за то, что вот у меня единственная яблонька, не яблонька, а полукультурка. Вот она, моя девочка. И хочу сказать, что прямо обрываются вместе с ронеточками уже, которые уже завязались. И вот это вот все ветер обрывает. Везде валяются, я смотрю, везде-везде. Вот это вот просто обидно, жалко, конечно, очень жалко. Не знаю, что у нас еще сегодня. Какая ночь у нас сегодня будет, потому что вообще этим не хочется. Я сегодня сломала арку. Вот вторая арка, у меня лимонник сидит на ней. Она вся бедная шатается, не знаю, что будет, конечно. Как бы не завалилась. Жалко будет, если, конечно, завалится. Тут она уже у меня, лимонник уже завязал, уже и ягодки. Вот они, да, китайский лимонник. И будет очень обидно, конечно, если, не дай бог, арку, конечно, свернет. И она сломается вся. Вот такое у нас сегодня творится. Конечно, от этого никто не застрахован. Как говорится, у природы нет плохой погоды, но, тем не менее, очень жалко. Очень жалко. Питуньи, которые я высадила в эти горшочки, их все просто мотает. И я не знаю, что, конечно, получится с этого. Очень жалко. В общем, друзья мои, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего настроения. Всем вам тепла и добра. И до новых встреч. Пока-пока. Смотрите, друзья, у нас просто падают деревья. Пошла в магазин и вот такая картина. Что у нас творится. Посмотрите, как расщепился ствол. Очень жалко. Это ранетка, дичка, конечно, но, тем не менее, да, тем не менее, очень жалко. Вот такой у нас сильный ветер, друзья. Очень жалко. Очень жалко.